Сюда. Девчонки пришли. Добрый день, Денис. Я привела вам нашу клиентку, про которую я так много рассказывала. У нее очень тонкий вкус. Добро пожаловать. Садитесь и успокойтесь. Давайте я вам все покажу, расскажу. Всю историю этого места. Прекрасная комната. Посмотрите, вот тут телевизор есть. Показывает хорошо, показывает хорошо. Отличный вид. Смотрите, я сейчас буду встал. Вы разглядываете все, смотрите, чувствуете себя. Прекрасная комната. Вы можете для комфорта одеть тапочки, если вы пожелаете. И почувствовать уют. Тапочки, запасные тапочки. Вы же сказали, что вы хотите опять вспомнить прошлое. У вас так долго не было в России. А теперь, посмотрите, это же сделано, выполнен, дизайн выполнен. Именно в том стиле, в котором вы делали запрос. Обратите внимание на... Отличный диван. Красивые обои. Сижу часто. Садыцкий. Присаживайтесь. Я тут отлично. Он не сильно скрипит. И не только, только вот в похожей части вот здесь вот. Давайте я вам покажу, вы послушайте. Осторожно, не вводите. Видите, не сильно скрипит. Но вы туда можете головой ложиться. Можете попробовать. Да, ложитесь. Попробуйте. Он очень комфортный для спины. Спина не будет болеть. Вы посмотрите на хозяина квартиры. Он... У него какая выбравка у него. Отличный диван. Телевизор все замечательно смотреть. Да, не жалуется на спину. Практически не сгорблен. Наши-то годы какие. Бывалые. Ох, бегали тогда. Тут, знаете, очень много известных людей жило. Сейчас все помнят. Давайте посмотрим. А, вот наш хозяин еще приготовил для вас чай. Да, да, да. Хотел, рассказывал мне, что хотела встречать вас с небом и с солью. Давайте я вам помогу, дорогая Елена. Чай. Моя жена. Вот, посмотрите, посмотрите. Покойная жена моя. Ох, как она замечательно чай делала. Чай, она просто... Просто замечательно не поела. В этом... Пейте чай. Денис, он рассказывал, что... Что он может... Точнее, нет. Он предлагает свои услуги. Каждое утро он может готовить для вас завтрак. Он очень... Они все умерли. Общаться тут не с кем. Рустойка здесь. Говорит он редко. Редко он говорит. Немного говорит. Немного говорит. Ложится спать рано. Так что, когда вы будете вечером приходить домой, он уже будет спать. Денис Васильевич. А так он... А вы... Нормально относитесь гостям? Да, смотрите, вот тут даже тапочки дополнительные мужские. Я знаю, что молодежь приглашает в гости мужчин. Я... Вы такая девушка, видно. Я... Я не против. Я старик. Мне... Как бы... Ну, что... Я же знаю, как вы развлекаетесь. Такая... Это штула дырка. Это штула дырка. В вашем береге. Да это просто дырка. Старая дверь, понимаете. Тут... Но... Здесь... Насколько... Классическая дверь. Да. Ну, здесь... Ее... Это специально подготовлено для гвоздя. Для гвоздя. А туалет, как я понимаю. Нет. В моей комнате? Большой туалет. Отличный. Посмотрите. Да. Я хожу по расписанию в туалет. Понимаете? У меня все четко. Вот... Жена похойная. Когда была еще жива, следила. Сейчас чуть-чуть похуже. Но... Я вам скажу, когда я хожу в туалет. Я тихо. Недолго хожу. А он очень большой. Просторный. Комфортный туалет. Замечательный просто. Ох, посижу. Здесь все-таки чай. Ой, господи, господи. Чай пейте. Может быть водички? Нет. Спасибо. Вы... Давайте так, Елена. Я понимаю, что я вижу, что вас не устраивает квартира. Но это последний вариант, который я вам могу приложить. Вы хотели квартиру... Выполненную в советском стиле. А... С некими удобствами. Здесь вам хозяин предлагает завтрак. Будет вам помогать. Убирать за вами. Вы даже сможете его вызывать. Спасибо. Это вы стоите в 4 утра. Ох... Ох... Ну что... Да, да, да. Всем помогу. Всем помогу. Мне... Все померли. Тут общаться особо не с тем. И я вам могу сказать, что из всех тех квартир, которые я вам показала только... Только здесь такие небольшие проблемы с потолком. Но... Есть специальное средство для того, чтобы... Если будет очень капать, в общем, с потолка... Ох... То есть девочка, да. Хорошая. То есть отличное средство. Я думаю, что это... Наилучший вариант из всех, что мы видели. Через 2 дня. Переезжать из Германии. Некуда переехать. Что же? Ну... Елена. Это последний вариант, который я вам могу предложить. А... И всего лишь... Потолок протекает только в одном месте. Есть зонти. Ну... Я думаю, что да. Я думаю, что да. Я думаю, что вам лучше согласиться. Партира замечательная. Я тут, как говорят, всегда, если что, помогу. Здесь столько людей. А вы всегда здесь обитаете? Я гуляю. Пенсию мне приносит социальный работник. А иногда я сам. Тут, знаете, тут дочь Аркадир Райкина жила когда-то. Только вот все сейчас померли. Один я остался. Общаться тут не с кем. Да я чувствую... Но я во всем... Ох, повезет. Идите. Во всем буду помогать. Тут... У нас хорошо. Хорошо. Тихо. Соседей почти нет. Поддельные все. Дом, говорят, будут сносить. Но все никак не скажут, когда. Я не понимаю. Ну, не ближайший год. Не ближайший год. Не ближайший год. Вы как долго хотите здесь оставаться? Здесь? Ну да, я уже сказала, что это похуже. Ох ты, слышь. Росточка. У вас нет времени, так что боюсь. Вы не успеете ничего вырвать. Понимаете? Да. Мы с вами объехали весь центр Москвы. Я была у безумной старики с десятью кошек. У мужика, который чуть ли меня не раздел, пока я не убежала от него. А здесь выводите доктор Москвы. А здесь безумный столик, который чуть ли не живет в моей комнате. Да, он вам будет помогать. И чем он мне поможет? У нас полы. Главное, чтобы его в ад не потеряли. Прилегаясь к подводам колокольчика. Мне кажется, все. Он же все шатается. Вам нравится квартира? Хорошая квартира? Вы знаете, мы так похожи на мою покойную жену. Она была такая чистенькая. Это не на все. Это он сегодня сказал. Так нынешняя молодежь такие грызговори пошли. Такие грызговори. Чистим бы тут, конечно. Да, да, да. И главное выполнено. В том стиле, в котором вы хотите. Ну, я немного не так мило веду. Ну, ничего. А вы из окна-то смотрели? Тут такие виды, такие виды замечательные. Тут все рядом. Магазины. Если вам в поликлинику надо сходить. Может быть и мне поможете. Вместе иногда ходить будем в поликлинику. Я тут все покажу. Покажу все места, все достопримечательности. Так, я ладно. Значит так. Сделаем так. Раз других вариантов нет. Я остаюсь в этой квартире на месяц. Пока не подошел в другую квартиру. Я, если вы согласны, умеете сдать эту комнату. Я... Аванс. Аванс. Вносите аванс и все. Знаете, как много людей хотят жить в центре. Это такое замечательное место. Тут много очень людей живет. Почему-то недолго остаются. Все время переезжают. Нынешняя молодежь такая ветреная. Но... Место хорошее. Да и аванс небольшой. Всего лишь две тысячи. Внесете аванс? Двадцать тысяч. Ох. Я думаю, что... Это не такие большие деньги для центра. Ну ладно. Тут так дорого жить, дорогуша. Так дорого жить же. Я вас только очень прошу. Пожалуйста. Не ходите вы ночам в туалет. Я не хожу. Я дам вам расписание. Я хожу очень четко в туалет. Только вот как жена моя покойная умерла. Так немного хуже стало. Так вам все нравится, да? Я прошу вас. Не вставайте в четыре утра и не топайте, пожалуйста, в моей комнате. Я вам помогать буду. То же самое. Мне делать-то нечего. Да, я знаю. У всех нас был дед. Ну ладно. И то же самое. Мы можем все это... Мы с этого начинали этим заканчивать. Сколько это там кресло? Это очень скречательное кресло. Только... Я как-то... Я вот говорил вам... Похуже стало в последнее время. Что? Ну давайте... Давайте я вас провожу. Вы же можете заполнить все документы и приезжайте уже, как въедете. Да, я думаю, давайте. 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 Подберите, пожалуйста. Просто... Расписание, знаете. То есть, скоро надо будет сходить. Надо будет сходить. Все. Вам здесь понравится. Здесь мало людей живет. Все померли уже. Место замечательное. Место замечательное. Вы не хотите... Да. Всего доброго. Дорогуша. Очень похожи вы на мою жену. Просто замечательно. Мне кажется, вы с вами просто... Не уезжать не захотите. Ох, нет. Не захотите. Не уезжайте. Ох. Вот. Поехать.